Ребята, всем привет! Мы снова в Аликанты. Я вам расскажу, как прошел сегодняшний мой день. Нет, я расскажу немножечко о другом. Вообще, о работе в Испании. Ну и как день прошел. Потому что это навеивает определенные мысли и идеи. С чего начался мой день? Значит, мы проснулись в 5 утра. Я лег, значит, где-то в час пораньше. Вот, потому что нужно очень много работать. Сейчас делаю очень интересный сайт. Сайт писателя, сайт книги. Это прям интересно. С интерактивной игрой внутри это прям вообще очень интересно и познавательно. После того, как мы отправились в Аликанты, мы здесь зашли к нашим подписчикам, моим клиентам уже более 10 лет. И разговор зашел немножечко о работе. Ребята приехали всего полтора года назад в разгар как раз всех событий под названием война. А то часто мне пишите, что не называю войну войной. Называю война. В Африке война. Ребята, конечно, так происходит, что работу работать надо везде. Я думаю, это понятно. Это не надо объяснять. Большинство людей, которые нас смотрят, естественно, нуждаются в работе, нуждаются в деньгах. Люди работают из дома, с Россией. Потом нужно деньги переводить. Окольными путями все непросто. Дальше. Здесь люди работают, мужчины работают на стройке, как это обычно бывает. Работают они у русскоязычного человека. Естественно, испанцы к себе русскоязычного берут, но не часто. То есть что получается? Что работа на самом деле есть, но найти ее так просто, конечно же, невозможно. Это в основном связи, знакомства и так далее. Именно поэтому, что 6 лет назад, что сейчас, в 2024 году, да я думаю, и дальше будет в принципе все то же самое. Работать работу можно неофициально. Я думаю, это понятно. Называется по-русски черный нал. Есть всяких уплаты налогов и так далее. Потому что, естественно, люди, которые сюда приезжают, даже у которых есть деньги, они их умеют считать. И нанять, допустим, человека какого-то, да, у которого нет документов, да, официальных. И чтобы он работал намного проще, чем даже того человека, у которого есть документы. Но если ты его наймешь неофициально, то что происходит с работодателем? Ему потом могут выписать штраф, суды и все такое. Поэтому здесь палка о двух концах, да. Те, кто живет здесь нелегально, ну, по факту легально, но без статуса. То есть, что такое без статуса? Это обозначает, что у него нет сейчас резиденции никакой. Поэтому здесь очень много таких людей. Работники хотят найти работу без разрешения на работу. Заказчики хотят найти дешевый рабочий труд. Все очень просто. И, допустим, вот мы смотрим сейчас там квартиры, дома вообще, что, куда, как, примерно сколько, какие есть ипотеки и так далее и тому подобное. Я думаю, это нормальная ситуация. Все, кто более-менее укоренился, получил резиденцию, у него все стабильно с работой. Кстати, для тех, кто не понимает, мы открыли аутоному, это самозанятый, и, соответственно, платим 41% налогов. Это до хрена. Ну, вот, конечно же. Но, как вы понимаете, что до хрена, это когда мы эти деньги, естественно, включаем в стоимость заказа. Я думаю, это понятно. Поэтому в Испании такие безумные цены на услуги. И вот наступает момент, когда мы решаем приобрести жилье. Что будет дальше? Дальше нужно сделать в нем какой-то косметический ремонт. Ну, сами понимаете, стоимость рабочего намного ниже, чем стоимость, допустим, программиста, как мы с женой. И поэтому тут все предельно просто. Мы наймем какого-либо человека. Естественно, не пьющего, адекватного, а желательно молодого и крепкого, чтобы он сделал какую-то физическую работу. Поставил стену какую-нибудь, я не знаю. И, конечно же, хотелось бы найти такого человека для этого ремонта. Я думаю, это понятно. Я думаю, это адекватно. Конечно же, не хочется платить фирме в 2-3 раза дороже, чем это реально может стоить. И я думаю, что все, в основном, люди именно такие. Именно у таких людей я сам и работал. Те люди, которые купили жилье. Те люди, которые купили здесь уже какое-то десятое свое жилье. И они хотели покрасить стены, что-то перепродать. И я их прекрасно понимаю. Естественно, мои услуги будут стоить в разы дешевле, чем нанимать какую-то фирму, которая очень долго все делает и так далее. Допустим, мы когда с женой только приехали, мы работали, покрасили стены, зашпатлевали их предварительно, зашкурили, все сделали по науке. Надеюсь, там все в порядке. Уже прошло 4 года с того момента. Нам заплатили на двоих в день 50 евро. Мы работали неделю. В принципе, да. Это, конечно, мало даже по тем временам, но это была наша первая какая-то работа. До этого там работал парень, вот, темнокожий, ничего против них не имею. Но мне сказали, что он работал очень плохо и вообще накосячил много всего, что мы потом, собственно говоря, и исправили. Поэтому там был трехэтажный дом, там было много всего, там была еще полностью винтовая лестница целиком мы сделали. Кроме самого верха там трещины, просто не было лестницы нормальной длины и так далее, и так далее. То есть это такая физическая работа. Она тупая, жаркая, понятно, платят за нее мало. Но нас при этом еще кормили, нас при этом еще возили. Жена у меня купалась в бассейне. Позвали тоже нашего сына, чтобы искупаться в бассейне. Большое спасибо этому человеку, который нам это все предоставил. Поэтому что, ребята, я хочу сказать, что самое важное в этой, во всей жизни, чтобы вы просто хотели работать. Потому что когда мне говорят, работы нет, ну как нет, она есть. Просто люди не хотят работать за маленькую зарплату, люди не хотят работать физически. Я их прекрасно понимаю. Но приехать и сразу найти работу, которая будет вас полностью удовлетворять, невозможно априори. Если говорить про официальную какую-то работу, да, естественно, нужно иметь разрешение на работу. И вы можете иметь разрешение на работу, работать барменом каким-нибудь или официантом, да, и получать пресловутые 1150 евро месяц 4 зарплаты. В чем здесь основная проблема? А основная проблема здесь стоит лишь в одном. В том, что вы, как человек, приехавший из менталитета, который делает какие-то амбиции, вы, конечно же, совершенно не хотите работать за минимальную зарплату всю свою жизнь. А я знаю испанцев, которые работают на такой зарплате и в такой жизни всю свою жизнь. Ну, 20-30 лет они работают, их все устраивает. Естественно, человек долгое время так работать не сможет. Что же ему делать? И здесь есть два варианта развития событий. Либо он ищет работу, постоянно меняет, ищет как можно лучше, либо он занимается тем, сколько вот обманывает. И таких людей я здесь тоже встречаю. То есть откуда появляются вот эти помогаторы, по которым потом там суды плачут, люди говорят, что им посылают деньги, и люди исчезают эти куда-то еще. Откуда берется это все? Ну, потому что человек работает, допустим, неофициально, получает 600 евро месяц, снимает комнату за 200. Насколько его такой жизни хватит? Большой вопрос. Испания это для тех, кто любит развиваться, кто любит чего-то достигать. Потому что в условиях, когда испанцы, в принципе, их все всегда устраивает, и им не нужен сервис, тут палка опять же о двух концах. С одной стороны, вы как бы можете что-то делать, и это будет довольно круто и классно. А с другой стороны, а кому это надо? Ну, и чаще всего это надо таким же приезжим. Вот сейчас сделали сайт для риэлторского агентства, который продает каркасные дома. Вот, очень два хороших сайта получились. Они их развивают, вкладываются в это, серьезно вкладываются деньгами. Молодцы ребята. И что сказать, что они стараются работать на рынок не испанский, они стараются работать на рынок российский, украинский в меньшей степени. Потому что сами знаете, что сейчас происходит, а в большей степени на французов, на немцев, на англичан, которые сюда приезжают и хотят получить тот сервис, к которому они привыкли. Но опять же мы говорим о том, что этот человек приехал с деньгами. Поговорим о людях, которые приехали сюда с тысячи в кармане, у них ничего нет, и они хотят здесь жить. В принципе, даже с тысячей это реально, но без семьи. Когда вы приезжаете сюда с семьей, естественно, вам нужно где-то жить, естественно, вам нужно кого-то кормить, и вообще с этим максимальное количество проблем. Поэтому, если у вас таких денег нет, вот мы в 2018 году приехали с тремя с половиной тысячами, и нам как бы хватило, было очень трудно, набрали долгов, и вообще недавно их наконец-то раздали. Я вам хочу сказать, что все заключается в том, что работа должна быть нормально оплачена. Но, как вы понимаете, на нормально оплаченную работу ртов очень много. Поэтому вам придется брать, допустим, сейчас разнорабочий стоит порядка 50-60 евро в день, это минимально. Я знаю, что есть люди, которые работают за 40. Проблема такой работы заключается в том, что она всегда абсолютно непостоянна. Может быть, два дня, может быть, две недели, а может быть и год. Но такое бывает крайне редко. Ну и отвечая на вопрос превью, нет работы в Испании. Правда, действительно, просто вот так вот взять и приехать, и куда-то устроиться официально на работу, конечно же, нельзя. Точнее, можно. Но если вы какой-нибудь супер-мега, там, атомный инженер какой-нибудь по атомной энергетике, чего-нибудь такое, и вас готовы взять еще и там из России, из Украины, Белоруссии и так далее, из Казахстана, то, наверное, да. Во всех остальных случаях нет. Что работа, конечно же, есть, но она низкооплачиваемая, которую будет вам хватать для того, чтобы выживать, снимать комнату, если вы одинокий мужчина или одинокая женщина с сыном, с дочкой и так далее. Это да. Во всех остальных случаях, что делать? Если хочется жить в Испании, то первые 5-7 лет придется так жить. Что вам сказать по поводу профессии? Кем здесь можно работать? Ну, представьте, что Испания точно такая же страна, как и та, с которой вы приехали. Поэтому все те же самые работы здесь существуют. И многие люди, которые были, допустим, промышленными альпинистами, они здесь с такими людьми работают. Кто работал на стройке, работают на стройке и так далее, и так далее. Отдельно хочу вам сказать по поводу ребятки Средней Азии и вообще оттуда. Мне очень много пишут людей и спрашивают. «Гриша, дай мне работу». Ребята, я работу никому не даю. Если я и даю, это бывает раз в пару лет, когда у меня спрашивают, что нужен разнорабочий на 2 недели подработать. А полноценной постоянной работы у меня нет. Возвращаясь к профессиям, я могу сказать, что в основном здесь работают на стройке. То есть, что такое вообще Испания? Испания – это две больших сферы. Это, соответственно, все, что связано с туризмом и все, что связано с недвижимостью. Хотя это вообще друг с другом тоже все связано. Какие еще работы вообще возможны, кроме стройки? Ну, женщины на уборках, да? Вот рядом со мной такси. Можно ли пойти таксистам? Лицензия на такси стоит что-то около 30 тысяч евро или 50. Ну, короче, какая-то космическая цена. Хотите сдавать собственную квартиру посуточно? То есть, квартиры, лицензии на квартиры уже довольно долгое время не давали. Потом вроде как давали, сейчас вроде как перестали. Опять же, говорим о Валенсии. Если другой город, может быть, там совсем не иначе. В принципе, можно запомнить одну простую вещь, что все очень непросто. Все очень не сладко, но это нормально. Поэтому говорить о том, что совсем нельзя – нельзя, но говорить о том, что все довольно просто и приехал работать – тоже нельзя. Поэтому, когда мне говорят «работы нет», как вы в заголовке видите, да? «Нет работы в Испании», то окей, как бы, это понятно. Но ваша задача всегда – найти ту золотую середину, чтобы работа была, чтобы вам платили нормально и чтобы не сидеть без дела. Потому что я много встречаю людей, которые сидят без дела и говорят о том, что работы нет. Это не так. Работа есть всегда. Я не знаю людей, которые не работают. Точнее, я их знаю, но обычно у них есть финансы для того, чтобы можно было это не делать. Ребята, как во всякой работе, куда бы вы ни пошли, есть такое понимание, что работа может резко закончиться. И у вас обязательно должен быть резервный план. То есть вы должны понимать, здесь вы работаете, что будет дальше. Сейчас расскажу, как это было у меня. До сих пор есть. Когда мы приехали, я очень сильно рассчитывал на то, что здесь необходимо чинить технику. То есть компьютеры, ноутбуки, телефоны и так далее. Но, к сожалению, мои мысли были неправильными, потому что здесь это в таком объеме не требуется. Плюс такая высокая цена у этих услуг, что даже на низкую цену люди обычно не соглашаются. А почему они не соглашаются? Ребята, все на самом деле предельно просто. Потому что цена аппарата соизмерима с ценой этого ремонта. И основная проблема состоит в том, что люди просто тупо не привыкли к такому. То есть они не готовы. И когда ты им говоришь, что цена ремонта будет 40 евро, они говорят, что это очень низкая цена, мы вам не доверяем. Мы лучше пойдем в мастерскую, нам скажут, что 200, и мы купим другой. Это менталитет. Второй областью я планировал получать деньги из России с сайтов. Но разница по оплате труда за создание сайтов настолько велика, что смысла в этом нет. То есть работать в России можно только с городом Москва. Там еще более-менее это как-то рентабельно. Если мы берем маленькие города, маленькие предприятия, то для них сайт за 40 тысяч, который, считай, это одностраничный сайт, это космическая цена. Мне многие говорят, что столько не стоит. Окей, не стоит. Ребята, есть и есть выбор. Если можете сделать дешевле, качественнее, я только буду за вас прекрасно рад. Отдельно хочу рассказать о поиске работы. Вообще, что с этим делать? Я могу вам сказать, что 100% вариант это находить знакомых и через них работать. Работать на низкооплачиваемой работе, это тоже позволит вам найти знакомых, которые позволят вам найти другую, более качественную работу. Если вы делаете ее, естественно, хорошо. Обращаться в какие-то фирмы, обращаться в какие-то конторы, которые просят какие-то деньги за работу, которую вы еще не получили, очень странно, таких много. Никому не платите за оформление каких-либо документов. Все оформляется на территории Испании. В одном случае, возможно, это не так. Если вы специалист по программированию, специалист по атомной энергетике, ну, вы знаете, какой специалист, все остальные рабочие профессии на полях, на каком-то заводе, это все вранье. Я вам гарантирую, что там ничего нет, кроме обмана. Я в этом на 200% уверен. А тем временем приехал наш поезд. Он, видите, он сейчас поедет в Валенсию. У нас куплены заранее места, и мы сейчас сядем и покатим. А я буду тем временем монтировать. Если я что-то упустил или что-то пошло не так, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень вам признателен. Ребята, по поводу переезда и вообще всех вопросов, относящихся, как это сделать, сколько это может стоить и так далее, и так далее, я даю бесплатные консультации в текстовом виде. Три сообщения в месяц. Почему так? Потому что очень много поток большой людей. Не могу постоянно сидеть на телефоне. Также делаю другой формат консультации. Об этом вы можете узнать теперь из WhatsApp. В личном общении я даю информацию той, которой вообще нигде нет, и которую можно узнать только из первых уст. Естественно, много такой информации я не могу рассказывать на YouTube, потому что это не формат. И обычно это происходит больше, чем час. И это довольно для вас интересно и максимально полезно, потому что я даю контакты тех людей, которых обычно трудно найти. Эти люди работают по всем сферам. Я стараюсь максимально, чтобы ваш переезд происходил максимально хорошо и просто. Поэтому обращайтесь ко мне. Я все вам расскажу. Будет довольно интересно. А мы пошли кормить кошек. Всем желаю хорошей рабочей недели. Пусть все у вас будет хорошо. На днях выходит видео про Наталью, которая художница, которая живет в Испании с двумя детьми. Это очень круто и интересно. Поэтому всем рекомендую обязательно посмотреть следующее видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok